Саша, привет. Привет. Я знаю, что ты мастеринг-инженер компании Triple Vision. Ну, один из. Один из трех, наверное. Не главный, что я не помню. Да, там уже, наверное, нас уже трое или четверо. Так вот, компания достаточно солидная, крупная. Интересно мне, какое железо ты используешь для мастеринга композиций? Железо? Ну, вот главная штука, вот там стоит справа, это... Мы потом ее покажем. Ламповый Вариму компрессор Варис, который сделан в Киеве умельцами нашими. То есть даже это отечественный производитель? Да, мы купили его недавно, как недавно, полгода назад, что ли. Вот. И вот он плюс UAD-овские эквалайзеры. Вот. Я еще планирую заработать денег и купить к нему в паре. Есть у них там неплохой OZ-эквалайзер на основе пультэковских там всяких штук. Вот. И классно, что он сразу... То есть это девайс, который тебе не дает ни один канал, да, Mono, а сразу левый и правый. И там можно... Короче, в паре с ним, я думаю, вообще будет отлично. Смотри, а сейчас вот появились такие онлайн-сервисы для мастеринга. Ты сталкивался, не сталкивался? Ну, я не сталкивался, но я знаю, что они есть. А как ты расцениваешь это как полноценный продукт для такой работы? Или же это такие игрушки для просто зарабатывания денег? Да нет, это, я не знаю, это зависит от результата, конечно. Отлично. Ну ты слушал, работали? Нет. Ты не имел опыта? Нет. Обычно... Рассылки приходили, так пару раз, было бы интересно. Не, может быть, это круто, я... ну, не вопрос. Главное, если они справляются с работой хорошо, то почему бы... Там просто результат буквально через 10 минут. А, да, вот так? Нет, тогда это как-то не очень серьезно. Если совсем профессионально не получается? Не, ну, я не знаю. Может быть, ну опять же, может там и крутая студия, но это же зависит все, все-таки, даже иногда не от студии, а от того, кто это делает. Если у него будет работа с этой музыкой, поэтому это ж такое дело, ты можешь мастернуть, ну, короче, это все такая индивидуальная еще иногда штучка. Ну, опять же, а может и... ну, каждый делает по-разному, потому что у него разные девайсы. Саш, ты еще владелец или совладелец лейбла 2222. Как, в принципе, у человека, который издает музыку, ты обращаешь внимание, в первую очередь, на имя артиста или на музыку, которая в тебе приходит. То есть тебе важно, допустим, чтобы это был, к примеру, какой-то известный человек, либо, допустим, если звук отличный, хорошая концепция трека, хорошая музыкальная составляющая, ты его издаешь. Ну, в идеале, как бы, да, мне все равно, на самом деле, кто там это сделал трек этот, да, главное, чтобы он был клевый, ну, и в идеале бы, конечно, хотелось бы иметь не один трек, а там два-три, знаешь, потому что у него смысл издавать один трек в компиляции, да. Поэтому, вот, в принципе, в последнее время я там начал уже людей подгонять, что типа, вот, окей, спасибо, вы прислали мне один трек, но если вы хотите, типа, да, выпустить что-то, то, пожалуйста, делайте еще, и тогда я выпущу, там, например, сразу три. А смысл мне, ну, я могу, в принципе, собрать, разве что компиляцию, да, там, в конце года, там, наших людей, продюсеров. Он просто будет незамечен, надо сказать. Ну, он будет замечен, да, может и не будет, ну, да. Поэтому лучше всего, все-таки, если вы хотите подписываться, то лучше пачку треков сразу слать, а не один. И сидеть и надеяться, что ты один трек подпишешь. Никто не, ну, один трек подпишет, ты компиляешь. Никто, что в компиляции. Да, и все. Ну, и не важно, кто это. Мы как-то с Дереком говорили, он говорит, вот мне сбросили трек, который подписан на Metal Heads, и говорит, я вот послушал, и нафиг удалил, потому что я такой говно. То есть, ну, потому что не всегда, да, какое-то имя, не всегда имя лейбла, может быть, дает хороший звук. Ну, да. Я, как бы, к этому имя. Да, поэтому, ну, иногда важно просто в имени, окей, если можно, если закажешь, созываешь ремикс. Ремикс, подтягивая за собой хорошего артиста, да. Да, вот тогда надо уже платить бабло и, типа, там, короче, и все-таки. Ну, это, в принципе, шансы на продажу хорошо увеличивать. Ну, да, особенно, ты же видишь, на старте часто делается, ну, бывает, оп, там, пару треков и какой-то, там, ремикс, да, там, от брейка. Куда бы здорово. Наверное, тяжело заполучить. Да нет, не тяжело. Все упирается, в основном, иногда, в деньги, да, или, там, насколько занят человек. Я думаю, это все решаемо. Имея контакты и деньги. Можно. Можно. Я понял. Смотри, а вот, успешность артиста, у нас сейчас такое, все-таки все в медиа находятся, все в медиа. Ютубы, социальные сети. Как, по-твоему, вот, успешность артиста зависит, как-то, от недивности, от его, может быть, менеджера, либо же, все-таки, от продукта, который он делает? Можно сидеть и писать музон, типа, крутой, там, запредельно крутой, но если он у тебя будет все время находиться у тебя дома на компьютере, то в чем смысл тогда? Понятно, что никто не узнает о тебе, в принципе, поэтому тут можно сказать, что, окей, зависит от лейбл менеджера или вообще какого-то менеджера, как эта музыка попадет к людям, да, то есть, ну, главное, чтобы она просто в обалок слушать. В принципе, нужен человек, который имеет какие-то концы, может быть, в прессе, да, или? Ну, да, обычно, вот, лейбл-оунеры, там, хороших лейблов, они просто, вот, и занимаются, и у них есть, ну, определенные люди, которые за пресс, да, отвечают. Ну, для этого и предназначено там сидят, как бы, конкретно там, да, но, в плане артиста, чтобы там он сидел в сетях и там постил, как-то что-то делал, я не думаю, что это, на самом деле, супер важно, потому что, если музыка действительно хорошая, если человек работает, посмотри на брейк этого жили, говорит, Бери Аллада, но Бери Аллада, то вообще отдельная история, вот, брейк, калибр, они что, сидят вы найдете? Калибр, вообще, по-моему, не пойму, что. Они не сидят вы найдете, они пачками клепают треки, все. Они были хорошие делают свою работу. Да, да, но у них уже свои, в принципе, есть. Сигнейчер есть. И симметрию брейк. И симметрию брейк. Да, поэтому там, видишь, люди не запаренные, там, твиттером или еще какой-то штукой, они, короче, просто делают свое дело. Это уже второстепенная наука получается. Нет, они просто, да, другого характера я складываю. Я понял. Саш, а вот по поводу проекта Nanič, ты вот недавно начал писать техно, ну, может быть, давно, но ты как бы вышел с лайф-проектом относительно недавно. Это полноценная замена санчейзу? Это продукт для, в принципе, зарабатывания денег или это развитие себя как музыканта? Ну, это точно развитие как музыканта. Деньги мне это вообще не приносит, в принципе, этот проект. Ну, как там, может, ладно, окей, я пару раз поиграл, там, заработал какой-то гонорар. Но это такое, типа, все равно, драма бейс, мастеринг, сведения мне приносят больше денег, чем техно. Ну, ты все-таки известен больше. Ну, да. Это просто, ну, поиск что-то нового, и, ну, блин, мы все взрослеем, музыка меняется, вкус меняется, окружение. Ну, а в основном это все окружение, то есть, оно очень сейчас реально очень вокруг техновые друзья, и, типа, как-то, ну, и как-то меня затянула музыка. Ну, прямая бочка меня и так всегда интересовала. Раньше это просто был какой-то, там, электро-техно-хаус, что-то, там, типа, Бодзиновщина, знаешь, всякое, там, Хандеманы, мне тогда нравились, там, в 2006 году, да, допустим, 2008. А сейчас как-то, да. Потом хаусняк, какая-то румынщина, да, потом это я уже тоже прошел, теперь как бы вышел просто на техно-музыку. Ну, я бы не сказал, что это просто вот прям техно-музыка, это просто... Просто другая музыка. Танцевальная, идеальная танцевальная музыка для клуба, понимаешь? Ну, она у меня, типа, хаус, как бы, классно, но для меня все-таки, как для, может, и драмонбейсера мне нравится, когда все... Не то, что даже потяжелее, а поэнергичнее и помрачнее. Хаус сильно слащавленный. Ну, да, да, да. Да, слащавленный. То есть, в принципе, это твое развитие? Да, я смотрю, я вообще... Санчиз остается на месте, визуально. Все остается на месте. Я, наоборот, сейчас очень сильно запарился с драмонбейс-треками, снова сижу, постоянно их делаю, и, короче, все ок. А техно, оно у меня получается... Ну, мне иногда очень сложно делать сегодня техно, завтра драмонбейс, потом опять послезавтра с драмонбейс, а потом техно. Да, обычно я делаю полгода техно, потом типа полгода драмонбейс. Сезонно. Да, сезонно. У меня как-то тяжело все-таки иногда. А вот мы с Нилом в прошлом разговаривали, в прошлом интервьюсе, и он говорит, что он не застаивается на одной музыке, вот если он чувствует какой-то ступор, он может писать какую-то прямую бочку, если чувствует с прямой бочки у него ушел какой-то там мысля, он переходит там какой-то, я не знаю, вообще Ambient пишет. Ну да, это такое, но я просто сейчас четко как-то... Ну, не то, что я работаю по формуле какой-то, но типа все-таки проекты, ну как Санчейс, так и Нанич, они у меня как-то... Я на них стал смотреть больше со стороны, знаешь, как-то на отдельный просто project. Раньше я как-то так не придавал этому может значения, но вот сейчас это четко проекты, то есть. Раньше это у меня было просто как бы там, ну, деятельность там, for fun, ну и бабло там зарабатывалось и все-таки. Но ты там уже не for fun занимаешься. Ну да, окей, это не for fun, ну как, оно for fun и оно приносит деньги, окей. Ну а сейчас я еще более, ну, может, я еще больше, понятно, повзрослел, да, и просто смотрю теперь на это со стороны чуть-чуть. Как-то так. Я понял. Саш, по поводу мероприятий 22. Вот вы с Верой раньше это делали достаточно часто. Ну, нет, я не слышал, что часто. Ну, делали их, да? Редко, но метко. Были хорошие гости, были именитые гости в интересных локациях. Что-то как-то притихло. Это от чего зависит. От того что-то слышать можно в ближайшем будущем? Ну, можно, мы как раз сейчас вот решаем ивент. Ну, все понеслось, все вниз чуть-чуть, когда начались все эти военные действия, там, и все такое, да. И курс взлетел, понятное дело, что нам, промоутерам, не имея своего клуба, ну, тяжело... Хорошего артиста получить? Да нет, получить не проблема. Проблема просто в том, что фунт стоит почти 40 гривен за гривну, да. И в этом небольшая есть проблема. Ты же не можешь сделать дорогой вход прям, ну, сильно, чтобы покрыть. Без спонсоров сейчас очень сложно работать. И, ну, и плюс, ну, реально, мы... У нас были планы, мы уже вот... Вот, мы уже решали, мы уже даже нарешали артиста, помню. И уже были уже на грани подписания контракта, но, блин, к сожалению, упал этот, блин, самолет. Когда? В Донецке ты мешаешь? В Голландске, да. И сразу мы все обрубили. Ну, и ждали хорошего момента. И вот он более-менее вроде бы наступает, но все равно есть еще некоторые штуки. Ну, я надеюсь, все будет классно. То есть, вы как бы просто в таком состоянии чуть-чуть затишье, но вы работаете над этим в дальнейшем. Радовать людей каким-то интересным? Да, мы работаем сейчас как раз над этим, но... Да, затишье есть небольшое, но оно... А проект второй ваш ритм-бюро? Ритм-бюро, вот вечеринка в пятницу. В эту. Отлично. То есть, техно, в принципе, сейчас чуть-чуть на первом месте по промоушену, наверное, стоит? Да, как бы... Я бы не сказал, что на первом месте, потому что не я один решаю это все настроя. Игорь, сейчас же есть и Вера. Вот, и поэтому как-то тут в основном вся идея шла от Игоря, потому что он раньше делал вечеринки с Addicted. Ну, и это была формация Addicted, но потом как-то она распалась, и вот мы собрались, Вера, Игорь и я, чтобы делать эти техно-вероприятия. Потому что есть тоже какие-то там свои планы на будущее и так далее. То есть, так же, в принципе, как и с твоими проектами, Санчей и Синан, еще вы занимаетесь там полгода этим, полгода этим? Да нет, оно сейчас идет все параллельно. Ну, просто что иногда, да, в музыке мне тяжело как-то... Ну, не то что тяжело, но вот... Хочется вот так делать, а Экотехно, как бы, особо пока и не возвращаться. Но потом, опять же, это зависит от того, если, может, у меня, если у меня дедлайны, может, нет дедлайна. Короче, если надо, то, понятное дело, что я сяду и буду сделать. То есть, в принципе, все твои проекты развиваются, они не затихают? Нет, я просто делаю пачку, допустим, вот я сделал на ничь, да, у меня там есть папка на ничь, да, и у меня там есть, я не знаю, допустим, 20 треков. Из них, там, 5 я доделал, там, может быть, те 15 я послушаю, и из них, может, 10 только доделаю. То есть, я их делаю, 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 какие-то набрасываю, набрасываю, некоторые закончены, некоторые не закончены, некоторые 30%, некоторые 50%, вот. И, окей, у меня сейчас это есть штука, я знаю, что у меня пока достаточно материала, чтобы доделать, и теперь я делаю то же самое с драмомбейсом. Я сижу и клипаю кучу набросков, и потом, когда у меня соберется 20 треков, набросков, я их буду выбирать и думать, что доделывать, а что вообще не выкинуть. Ну, да, как-то так. На чем ты пишешь, какие у тебя синтезаторы пишутся, то снимем и покажешь. Да что, у меня тут синтезатор. Вот самый главный синтезатор. VirusTi Polar. Вот еще есть очень классный синтезатор SH201, очень нравится мне его пэды, и вообще очень классный, он простой, но если знать, как с ним обращаться, можно уже еще делать очень классные штуки. Есть машин, вот. А от VST это уже а то что? Как? А от VST с антезатором. А от VST нет. Что да? ВST я использую Arturia и найти вот инструмент с воскресеньем. Угу. Ну, он подсмотрел недавно current value serum. Очень интересная штука подставил, посмотрел. Прикольный такой. Но чуть-чуть какой-то он и демоски, но опять же, если знать, что с ним делать, можно накрутить очень много всего. Он очень как-то вроде софт, но один из, наверное, самых крутых, которые видел с пациентами. То есть даже имея у себя три железяки, ты имеешь? В этом случае пользуешься, да? Да, сэмплером, например, контактом уже. Ну, надо сэмплером, я пользуюсь контактом в Cubase. Ну, вот, ну, какие-то другие. Я особо и не пробовал никогда, я помню, я с контактом уже с второй версией, кажется, сижу. Ну, один вопрос. Ну, да, это самый крутой, как по мне, сэмплер софтроу и все остальное. Это прикольно, но вот контакт, это вообще... Сила. Большое спасибо тебе. Пожалуйста. Всего доброго.